Дорогие друзья, всем большой привет! Вы на канале Сам Себе Агроном, меня зовут Сапожников Константин. И в этом выпуске мы разберем с вами такой очень важный и животрепещущий вопрос, как можно ли использовать повторно грунт, который у нас уже был в употреблении. За мной, за моей спиной, находится зимний огород. И сейчас ряд томатов, которые вы уже отплодоносили, я удаляю. Грунт, естественно, после них остается. Вот, пожалуйста, вам живой пример. Здесь у меня горшок был с томатом, оранжевая шапочка. И, соответственно, уже томата нету, а грунт есть. Так вот, можно ли использовать такой грунт? Если можно, как его подготовить? И вообще, какова будет результативность по итогу применения вторичного грунта, то есть грунт бывшего в употреблении? Давайте разберем. Дорогие друзья, не зря сейчас у вас в кадре как раз два перца. Это перец от агрофирмы Поиск. Сорт называется Кузя. Вот такой вот прекрасный компактный перец растет у меня. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, я его пересадил. Из горшков 3 литра, вот такого плана, в больший объем. Потому что корневая система требует этого. Как понять, что необходимо сделать пересадку-перевалку? Тоже сейчас сделаем такую небольшую подсказку. Перец начинает лист мельчать и может начать осыпаться. Зависть, а также сами листья. Помимо этого будет оэдема, потому что горшок уже полностью заполнен корневой системой. Мы его, соответственно, поливаем. Сразу корни моментально впитывают в себя эту воду и получается эта самая водянка на листьях. Вот чтобы этого не было, чаще всего проблема решается путем увеличения объема для растения. Следовательно, в этих горшках у меня вторичный грунт. Да. У меня уже много томатов было удалено с зимнего огорода. Грунт остается. Но не выкидывать же его, мне лично жалко. Все-таки он стоит денег. Поэтому что я делаю? Я беру вот такой вот грунт. Сейчас вам покажу вам все наглядно. Высыпаю его в емкость. В данном случае вот такой контейнер у меня. Можно в тазик. Кому как удобно, в чем угодно смешивать. И разбиваю весь этот земляной ком. Я люблю работать руками, без перчаток. Я люблю чувствовать земля. Я уже не только как это говорил, рассказывал, показывал. Все. Размяли вот таким вот образом грунт. Что сделать дальше? Дальше можно его немножко улучшить. Например, при помощи кокосового субстрата. Высыпаем кокосовый субстрат и также перемешиваем. Сколько необходимо кокосового субстрата. Но изначально у меня уже в этом грунте он присутствует, кокосовый субстрат. Во вторичном, да, вот который сейчас я использую. Просто немножко еще добавляю. И вот у меня горшок 3 литра. Я добавил пол-литра кокосового субстрата дополнительно. Все. Перемешал. Меняется ли как-то структура у вторичного грунта? Ну, точнее, грунт, который мы будем вторично использовать. Нет, не меняется. Какой торф был, такой и есть. Есть один такой, знаете, миф, что якобы фракционность грунта будет меняться, поскольку корневая система высосала часть питания вместе с этим и какие-то частички этого грунта. И получается так, что якобы грунт более становится плотным и так далее, и так далее. Ерунда. Чушь, мутикомпот. Могу вам сказать так. Использую я вторичный грунт постоянно. Еще могу даже не только вторичный. Но вот сейчас перцы вырастут, освободятся емкости. Я и третий раз этот грунт запущу. И так далее. Но, конечно же, питание уходит. И какое бы мы с вами ни использовали, органическое или минеральное, почва становится бедной. Бедной, и нужно ее чем-то обогатить. Чем обогатить? Обогатить почву можно любыми органическими соединениями. Я подчеркиваю, в данном случае, именно органическими соединениями. Потому что дальше нам с вами работать с этим горшком, с этим грунтом при помощи микробиологии. Потому что грунт должен быть у нас обеззаражен. А любая микрокультура живет только там, где присутствуют именно органические соединения, а не минеральные. Потом, в дальнейшем, можно использовать дополнительно подкормки какими-то минеральными удобрениями. Но изначально нужно внести органику. Какую органику вносить? Значит, два пути решения. Что можно внести? Первый путь решения. используют биогумус, компост и так далее. Но здесь вы можете столкнуться с неприятностью, например, с грибным комариком. Да, грибной комарик заводится там, где есть такая вот органика, живая органика она называется, биогумус, компост, перепревший навоз и так далее. Если вы не хотите развести у себя мух, а точнее грибного комарика, и чтобы ваши растения при этом были здоровыми, потому что сциориды погидают в корневую систему, и растения начинают тоже не очень хорошо выглядеть, в этом случае, дорогие друзья, мы с вами используем какие-то пролонгированные удобрения. Какие? Можно осмокот, можно базокот, ну, если вы хотите минеральные. Но мы же говорим о своем про органические удобрения. В этом случае, дорогие друзья, я вам рекомендую гранулы от Аминосил. Это будет пролонгированное питание, да. Каким образом? Эти гранулы очень долго растворяются в воде, очень долго. Я пробовал их растворить, заложил гранулу в чашку, стал мешать, в общем, 15 минут промешал, так до конца они меня не растворились. В принципе, немножко вода окрасилась в темный цвет, а дальше так гранула над ней плавает. Что доказывает фактность эксперимента в том плане, что действительно с каждым поливом постепенно будут вымываться из этих гранул элементов питания, которые будут являться питанием для почвенной микрофлоры и уже, соответственно, для нашей корневой системы растений. Вот и все. Как пользоваться гранулами? Вот, смотрите, пользоваться очень просто. Мы берем с вами пачку. Есть разные. У меня сейчас, например, цветочный Аминосил, потому что я сейчас буду пересаживать цветы. И вот использую вторичный грунт, и не только для овощной группы, но и для цветов в том числе. И исходя из объема нашего грунта, а у меня здесь сейчас 4 литра примерно, ну, потому что 3 было, плюс кокос еще добавили, будем добавлять из расчета на 4 литра. Так вот, на 1 литр грунта мы добавляем с вами 5 грамм вот этого препарата, вот этого удобрения. Аминосил. Выглядят эти гранулы вот таким вот образом. Такие, знаете, серенькие горошинки, ничем не пахнут. На вкус, конечно же, я их не пробовал, мне это неинтересно. Вот так вот выглядят. И, соответственно, 5 грамм. Сколько это в ложках, если мерить? Это 1 чайная ложка. Следовательно, мне сюда нужно 20 грамм. Это 1 столовая ложка. Примерно это вот именно вот столько вот. Прямо берем, вот так вот рассыпаем, и все. Можно чуть-чуть добавить побольше. Можно. Этим удобрением вы не сожжете корневую систему вообще ни разу. Все, добавили, дальше что сделали? Просто все это дело перемешали. И будет прекрасно работать вторичный грунт с добавлением аминосил просто превосходно. Проверено мной лично. Вы думаете, что вот эти горшки сейчас стоят, как бы, чисто как бы, ну, показать вам, да, что имеет само применение вторичного грунта. А где бы вам посмотреть живые примеры применения вторичного грунта у меня непосредственно на рассаде. Так вот, дорогие друзья, рядышком здесь стоит у меня вот моя шикарная дихондра. В этом горшке также вторичный грунт. В этом же горшке также аминосил. И вот посмотрите, как роскошно у меня развивается дихондра. Дихондра у меня из черенков. Я снимал свои собственные черенки. Здесь у меня три таких черенка. И вот, пожалуйста, прекрасно растет. Поливаю только водой. То есть просто добавь воды. Я этот способ называю, и все. Горшок здесь, конечно же, большой. 7 литров. На 7 литров, соответственно, я добавил 35 грамм аминосил. В данном случае отвешиваю прям чисто через весы. У меня есть микроточные весы. Часто ими пользуюсь. Вам тоже рекомендую, что прям вот сколько вешать в граммах, как говорится. То же самое. Взял вторичный грунт. У меня был из-под определенных растений. Сейчас уже не помню каких. Добавил также кокоса. И добавил аминосил. Все. Грунт полностью готов для дальнейшего выращивания. Нужно ли вносить в процессе выращивания дополнительно удобрения? Например, тот же самый жидкий аминосил. Друзья мои, здесь мы с вами смотрим по состоянию растения. Я не рекомендую вам сразу смешивать и то, и то одновременно. То есть внесли гранулы, а потом полив через другой добавлять аминосил. Нет, смотрите по состоянию растения. Если растение вам показывается, анализирует цветом листа, размером листа, состоянием общим, что нужно добавить какое-то питание, в этом случае добавляем. Добавляем, вносим. Опять-таки по инструкции не борщим. То есть во всем должна быть мера. Если говорить в общем целиком, да, вот как комбинация работы исключительно с аминосилом, еще раз повторюсь, без полезной микрокультуры не обойтись. Поэтому, чтобы эффективность увидеть от аминосила, необходимо обязательно использовать азотфиксирующие и калийфосформабилизирующие бактерии, которые съедят эту органику. И продукты жизнедеятельности этих бактерий дадут нам как раз то доступное минеральное, легкоусваиваемое питание нашим растениям, которое употребит, сосет в себя корневая система. Следующий момент, дорогие друзья. Вы можете меня спросить, а как же по поводу фитопатогенной микрофлоры? Да, вопрос будет хороший. В этом случае, вот именно вот в этом случае, когда используя вторичный грудь, обязательно используем либо бациллосубтилис, либо триходерму. Лучше триходерму. Тогда как раз отсутствие всяких фитопатогенных неприятностей, например, фузариозное увядание, корневые, прикорневые гнили и так далее. Перечислять можно до бесконечности различные грибные заболевания наших растений. Будет как раз кстати. Какие препараты лучше всего использовать? Можно использовать обычную триходерму. Она сейчас доступна, она есть прям и в небольших, маленьких пакетиках, и в таблетированной форме, в порошке. В общем, какой только сейчас триходерму нету. Здесь вы сами выбираете, что вам подойдет ближе. Я уже вам неоднократно показывал такие продукты и эффективности от них, как от агробиотехнологии. Пожалуйста, Оли Ринга, Майер, Триходзин, Глиаклодин. Прекрасно работает, прям 100% результативность есть от них. Я вам рекомендовал также и Эко-дачник, Никол Хелп, пожалуйста, там как раз все это есть. Взяли, разбавили по инструкции, пролили наши растения. Ну и, соответственно, если вы меня спросите про профит, вот эти вот препараты, которые белорусы у нас выпускают, пользовался ли ими я и могу ли я о них что-то сказать, я ими не пользовался, потому что я считаю, что на нашем отечественном рынке есть свои достойные препараты, которые мне нравятся. Так что такая, дорогие друзья, у нас получается с вами интересная история. Я говорю, да, применение грунта во вторичный, третичный, пятеричный оборот, пользуюсь, не выбрасываю, не выкидываю, за редким исключением, если мы говорим с вами про открытый грунт. При выращивании в кашпу, например, питуней, там просто нечего вторично использовать, поскольку корневая система полностью занимает весь посадочный объем, и грунт там, конечно, становится крайне тяжелым и неинтересным, что в этом случае даже аминосил его не реанимирует. Если вы также меня можете спросить относительно различных почвочистов, почво-улучшителей и так далее, есть хорошие почво-улучшители, о которых я вам ранее рассказывал, на основе леонергита. Продукт хороший, действительно, почва восстанавливает и структурирует очень хорошо. Если сделать комбинацию, например, с таким почво-улучшителем вместе с аминосил, будет просто вау-эффект. Но вот сам факт применения аминосила вот в такой вот композиции без почво-улучшителя, результат, конечно, налицо, дорогие друзья. Много у меня таких примеров есть, но сейчас все стоит на втором стеллаже, к сожалению, не покажу, надо будет вставать. А это, значит, камеру передвигать, и ракурс у нас с вами уйдет. Так что, дорогие друзья, это вам не реклама, это вам рекомендация. Я уже выпускал видео по итогу применения различных препаратов, 18 комбинаций на томатах у меня было, где действительно аминосил проявил себя просто превосходнейшим образом. Ну вот, что есть, то есть, понимаете, не дать, не взять. Поэтому присмотритесь к этому продукту и по возможности, да, это не дешевый препарат, да, как бы не дешевое удобрение, но минимальный расход, понимаете, вот если выкидывать каждый раз грунт, сами понимаете, в какую копейку нам это встанет. А улучшать при помощи минеральных удобрений вы просто приведете к засоленности грунта и к когнитивной фазе развития краневой системы. Вот и все. Я тоже пробовал такую комбинацию, я и нитроаммофоску использовал в качестве, допустим, взять вторичный грунт, добавить нитроаммофоску, все перемешать и будет нам счастье. Не будет нам счастья, не тот эффект получается. Без органических соединений, комплексы микрополезных бактерий, культур, все уходит просто в гармич, то есть в мусорку. Так что как-то так. Дорогие друзья, на этом мой сюжет подошел к концу. Надеюсь, для вас он был информативным, интересным и полезным. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует...